Это не массовая продукция, это массивная продукция, и как результат фабрики производят их только несколько штук в день. Это машина для того, чтобы вытянуть большую ленту, как резинку. Машина вращается, и ее многочисленные валы расширяют и перемещают ленту на крутящийся барабан. Машина накачивает воздух вокруг выступающих валов, чтобы облегчить процесс, пока барабан вращается с постоянной скоростью. Когда перенос закончен, валы втягиваются, и подача воздуха прекращается. Поэтому резина сжимается до размеров барабана и принимает его форму. Боковую поверхность сгибают к центру барабана. Теперь гигантская резиновая лента имеет базовый контур шины. Затем другая машина покрывает его огромным количеством стальных веревок с резиной, создавая полосы, покрытые резиновой стали. Это будет использовано при изготовлении борта, той части, которая крепится на ободе колеса. Покрытая резиной сталь до 20 раз обматывает колесо для формирования борта. Борт удаляют и проверяют. Потом на него накладывают толстый слой резины, чтобы он легче принял форму шины. С помощью специального колеса борт прижимают к краю машины. Он прилипает, но необходимо более твердое присоединение. Крутящийся диск прочнее прижимает борт к резиновой шине. Далее монтировщик отгибает лишнюю резину и загибает ее вокруг борта, используя чисто физическую силу. С каждой стороны шины устанавливаются 2-3 борта. Многоваловое устройство следует замонтировщикам и огибает лишнюю резину, чтобы установить борта на их места. Затем на вращающуюся шину наматывается покрытая резиной стальная лента поверх ленты обычной резины. Эта полоса создает контуры для протектора. Затем монтировщик сгибает толстый кусок обычной резины за внешний край. Это боковина шины. Устройство с крутящимся диском прижимает ее к шине. Теперь эта шина готова идти дальше. Здесь огромный резиновый пузырь надувается и спускается, когда на него распыляют неклейкое покрытие. Этот пузырь станет внутренней частью шаблона. Шину надевают на сдутый пузырь, затем его накачивают паром, расширяяя шину. Металлический шаблон с выгравированным образцом протектора обхватывает разбухавшую резину. Так шина варится 18 часов. Резина подвергается термообработке. Гигантские шины выходят из-под шаблона уже с протектором. Фирменный знак и идентификационные номера уже отпечатаны на резине. После охлаждения группа контроля проверяет гигантскую шину снаружи и внутри. И если все нормально, на ней можно ездить. С такими глубокими протекторами каждая гигантская шина обязательно произведет большое впечатление на рабочей площадке. Фирменный знак и анаврей.